ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ВЫПУСК НОМЕР ОДИН ПОГНАЛИ! Итак, бой начался! Воу! И барракуда! Наша барракуда! Начинает опрокидывать своего английского друга, друзья, на арене! Англичане и наш робот Робот Дозер И в этот момент получает от Халла из Англии И перевернут на бок Дозер, посмотрите, он пока не может перевернуться обратно В этот момент подбегает сзади Халла и начинает бить своим топором по нашему барракуде И Дозер снова в строю Если вы англичане, поддержите английского робота Английских роботов И поднимает на себя Почти получилось Остануть, но никак Слишком тяжелый робот Видимо, не может он его перевернуть Наш барракуда Поэтому они по-прежнему в строю И валит он его в яму В яму забвения Барракуда вышел из игры И упал в яму На арене два робота Дозер и Халла Оба представители английских команд Итак, шесть, пять, четыре, три, два, один Стоу! Здравствуйте Расскажите немножко о своей команде О вашем роботе Наша команда называется SolarBot Это наш новый робот Арчи Это флипер С усилием порядка восьми тонн В боях мы участвуем Порядка полутора лет В прошлом году На бронебой 2016 Мы заняли второе место С другим роботом И в 2016 году Победили на битве роботов в Перми Как вам вообще мероприятие Бронебой 2017 Отличается от 2016 Да, отличается Роботов побольше Уровень, прежде всего, российской команды Намного вырос Выросла конкуренция И я думаю, что у нас получается показывать короче шоу Когда вы начали То есть вы можете рассказать о начале Как начинали, с кем Когда начали увлекаться роботами Начали мы в январе 2016 года Когда случайно увидели объявление о том, что Будут проводиться такие санимания, как у него в 2016 И решили попробовать свои силы в этом поприще Наш первый робот назывался Бронтозавр Он весил 110 килограмм У него довольно непосредственно оружие Но, тем не менее, с ним заняли второе место Затем уже мы вдохновились с этим результатом Начали готовить робота-флиппера На две тонны Весом 65 килограмм Робот назывался Шелби Мы работали над ним порядка полугода Обкатывали постоянно И в итоге в ноябре 2016 года На битве роботов в Перми заняли первое место Ну и затем пришла очередь нового робота Его специально готовили к битве роботов 2017 Которая прошла в городе Сочи Робот был сделан где-то две недели назад Сейчас он проходит обкатку И имеются некоторые проблемы, конечно, технические Постепенно их будем решать, дорабатывать Улучшать, чтобы повысить надежность ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олимпийский, вы готовы? Наш третий бой ПОЕХАЛИ! ПОЕХАЛИ! Пока ни один из роботов не нанес сильного Учебного помогал Сытается попасть по стингеру из Англии Судья провоцирует наши команды Сражения Что-то было больше ударов, больше ущерба Наносили они друг другу Потому что судьи и наши жюри Должны вынести вердит, кто победит ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один Стоп! Всем добрый день! Всем привет! Вы знаете, мы очень долго думали Ну понятно, что происходило здесь, да? Вот этот вот товарищ, у которого стрела такая Правильно, видите? Ну что он делал? По мне так он просто катался и бил пол Вы согласны? А вот красивый розовый пончик Совершенно безобидный Очень мило между ними Всеми катался Мы считаем, что, конечно, он победил Розовый пончик Здравствуйте! 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 Я думаю, что ты лучший человек в этом интертейнете И я бы хотел бы провести интервью с тобой И пожалуйста, скажите о тебе О твоих роботах О твоих хобби Может быть, о вашем? Да Я Аликс, Андер Это ТР3 И мы просто победили для Украины Я был победителем в спорт Роботах по-другому 10 лет Я начинал, когда я был 6 И сейчас 16 И в той же время я победил 2 Украины Украины И около 7 крупных трофей Большое, большое, большое И вы любите бронебот? Пожалуйста, расскажите о этом интертейнменте Да, это первое время Мы приехали в Россию И мы были очень впечатлены В качестве русских роботов Мы думали, что мы приехали И это было легко Но это действительно не Русские были в очень хорошем И это было очень впечатлено Готово И, эээээ... Ах... И, ээээ... Ты первый раз в Москва? Да Это мой первый раз в моем поле Я приехал Да Готово Прикольно Вы любите Москву и Россию? Да, это очень хорошо Весно День с мороза А вот в Ньюкаселе В Евгелии Готово И, ээээ, Пишите о твоей роботе Как приезжало Пить или может быть Он делал Да У нас есть пряжка так что мы можем сделать, мы можем флипать машину, это очень мощно, мы получаем около 4000 килограмм от pressure на поверхности рамки, и это проходит через флиппер и через другой робот. Спасибо большое! Спасибо большое! Только горячая ярость, холодная сталь и ослепительные снопы, Искор, главное, побеждает сильнейший, Олимпийский, вы как? Хотите еще полет, давайте вы громче! Мы готовы к четвертому бою, Олимпийский, поехали! И подкидывают муравьи, а на муравьи не страшно. Пять роботов на арене, о, и... Это робот Харпийский, легенда, команда Бис подкинул на кинателя. И о, посмотрите, положил на бок муравья, сразу одним ударом, двух роботов. Это робот Харпийский из Англии, его опытная команда. Но робот-судья возвращает на поле. И вновь подкидывает банана Кинга. Это робот Харпийский из Англии. Не останавливаясь. Вот же здесь и никого не посидел. По-моему, у каждого уже, как минимум, по несколько раз перевернул. Это робот Харпийский из Великобритании. Не двигается Бендер, но зато его двигает Харпий. И вновь, вновь. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, стоп. Харпий разорвал всех, это все видели, и поэтому, в принципе, здесь, я думаю, даже не надо думать, все согласны. Англичане Харпий. Так, друзья, наш победитель, робот Харпийский из Англии, команда БИС. Юсим, блин, и БИС, это последний, получай муравей. Поаплодируем нашим роботам, победителем нашего четвертого боя, Харпийский. Команда Большой Украфт, это робот Харпийский. Это наш уже, по счету, получается, третий робот, на четвертый. Четвертый робот. С ним мы ездили на знаменитое шоу Robot Wars в Англию. Участники первые туда попали. Недавно были в Китае на тоже боях King of Box. Мы буквально позавчера вернулись, но у нас был, там мы другого робота с собой везли. Там у них запрещен просто двуокиси углерода использовать. Потому что этот робот работает на углекислоте. Ну а принцип, принцип у него пневмодомкрата. То есть, получается, закачиваем основной баллон, с него через тройник заходят два расширителя, а с расширителя заходит сам цилиндр. Подъезжаешь под соперника, нажимаешь кнопку, штук поднимает, поднимает крышку и выбрасывает соперника. Но я так понимаю, что это популярная конструкция робота, да? Да, да, но она стрелищная и, в принципе, ущерба она такого разрушающего не приносит, но и строя выводит из конца. Потому что робот в массе 110 килограмм падает, кувыркается. Тут вроде все закрепишь, и то все равно что-то, да. Но она создана для того, чтобы ее разрушать. Поэтому это нормально. А я так понимаю, что вот на этой машине вы в прошлом году выступали, да? Да, да. Это Рейк, робот Рейк, да, мы с ним выиграли. А вот буквально недавно был фестиваль молодежи в Сочи, где тоже вот этот робот выиграл. А если сравнить соревнования там в Англии, в Китае и наши бронебот, как вы можете... У нас, понимаете, это только началось движение, мы всего два года как занимаемся этим. А другие, ну, зарубежные команды, они уже более 20 лет этим этим занимаются. У них уже столько опыта, они намного продвинутее. Как бы мы пытаемся сейчас выйти на их уровень. Ну, у вас какой-то обмен опытом идет? Да, да, да. Несмотря на то, что мы на ринге противники, как бы здесь, в тех зонах, мы все нормально общаемся, все друзья. Как бы это все нормально. Отлично. Спасибо большое. Мы хотели бы, чтобы вы не только смотрели на роботов, но еще и немножко научились двигаться, как роботы. Поэтому мы хотим пригласить на нашу площадку нашего друга и хореографа, человека, который прекрасно разбирается в том, как танцуют роботы, Родион Барышев. Всем привет, Олимпийские! У-у-у-у! И маска! У-у-у! Искры! И-у-у! Бам! Защита! Улетел! И-у! Помахал! Хоп! И силач! Хоп! Две вспышки! И-у! Бам! И-у! Бам! Поворот! У-у! Пил! У-у! Пил! И-у-у! У-у! Бам! 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 Мы готовы! Шестой бой! Поехали! Бол начинается Рубилова! Бо-о-о-о! Главное, чтобы еще не успели уследить, кто из роботов так оригиналит. Баба пока не двигается, да? Это... О-о-о! И-и-и провалился! Провалился робот-риттер из Анли! Робот-кор! И лежит новобанка! А нет, кто понимает! Смотрите, еще одно! Еще один! Нет, нет! Место занято! Место занято! На спине! Слушай, большие все роботы, кроме Тора! Смотрите, как они прекрасно сработали судьей! Все, стоп! СТОП! Продолжение следует... Пожалуйста, представьте себе, где ваша робота. Хорошо. Мы в команде, кухонисты робот-girls. А мы с этим, аннита, и мой наим, Эстер. У нас есть робота называется TOMAHOCK, и мы из Геннеза. Это не так обычный вид женщин с роботами в этом интертейнме. Пожалуйста, расскажите о вашем начале. Как вы начали? Да, это именно причина, почему мы начали команду. Потому что там очень маленькие женщины, только команды. Мы строим роботами отдельно. У нас есть четыре женщины. Мы только две здесь. Мы все строили собственные роботы. Мы все строили собственные роботы. И один из нас сказали, что это хорошая идея. Давайте начнем с девушек. И вот это мы сделали. Мы привезли Tomahawk в Робот Wars как девушек. И мы учились в Робот Wars. И от этого у нас было очень весело. Поэтому мы просто остались вместе. И это было очень весело. Хорошо. Пожалуйста, расскажите про Бронебот. Как вы любите это интертейнме? Да. Да, это очень весело. Это очень большой. Есть много вариантов. Есть много вещей, особенно я люблю это интернациональный aspect. Есть русские команды, есть Украинские команды, люди от Белгии, Голландии. Это очень хорошая организация. Продолжение следует... Да. Так, нет проблем. Это прекрасно. Героятно. Вы присоединили в другие интертейменты, как Робот ВАРС? Робот ВАРС — телевизионный шоу. Мы делали это двое. Это наш третий ивент с Томахауг. И мы надеемся сделать больше. Конечно. Мы делали Робот ВАРС три раза. Но в первой серии. 2001, 2002 и 2003. Но, как Эстер сказал, мы сейчас в девчонки. Мы считаем девчонки и своя команда. Да. Первый раз в Москве, в России. Да, это круто. Вы любите Москву? Ну, мы еще не видели Москву. Потому что мы приехали на вечеринку вечером. И было много транспорта. Мы были в отеле очень вечером. И на сентябре мы были здесь весь день. И сегодня мы здесь весь день. Так что сегодня мы надеемся увидеть вашу красивую город. Да, круто. Спасибо большое. Спасибо. 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 В ДНХ в холодном павильоне «Космос» за три недели. Второй мы тоже сделали олимпийский. Тоже очень сложная логистика. Потому что каждый робот несет в себе какую-то технику. И, соответственно, нужны разрешения. Нужны грузоподъемники специальные. Вся эта сложная структура. Она Игоря заводит, а ему нравится. Я человек более спокойный, более, так сказать, созертосательный. Я вот побольше советую, что будет в шоу, как оно будет наполнено. И сколько уже броневодов прошло? Прошло три бронебота. Но у нас были мини-бронеботы. Потому что на разные города заказывают бронебот к себе на какие-то территориальные маленькие истории. У бронебота у нас лежал Big Picnic в Санкт-Петербург. Сейчас бронебот поедет в Израиль. Сегодня как раз были одни из главных устроителей шоу. В Израиле. Им очень понравилось. И они сказали, мы хотим. Действительно, грандиозное шоу. Мы посмотрели. Все организовано отлично. Музыка, ведущие. Жюри вообще потрясающие. Откуда вы взяли таких людей? Действительно, они интересуются роботами? Да. Жюри мы, к сожалению, приглашаем бесплатно. Есть оплаченные жюри. Это вы видели людей, которые поддерживают робототехнику. Потому что они понимают, что Россия была страна, которая дала миру огромное количество изобретений. И, к сожалению, сегодня мы их как-то забыли. И немножко себя корим, что мы немножко отстали. На самом деле все не так. Если посмотреть американские выходы всех технологий, то 70% после советского периода принадлежали российским ученым и инженерам. И вообще инженерное и изобретательское направление. К сожалению, все это мы за 20 лет растеряли. И наш бронебод – это возможность детям увидеть, зажечься техническим наукам. Как ребенка вовлечь? Он весь в айпаде. Естественно, приходи на бронебод, бери ребенка. И сейчас вот видите, которые мальчишки выходят, они, наверное, меняются. Может быть, сильная вот эта интернет-зависимость, но делать что-то руками в человеке не потопло. И мы сегодня видим, как процветают, растут, увеличивается количество мужских робототехники. И вообще становится, по-моему, даже обязательный урок в школах. Ну, на самом деле, да. Мы думаем, что как раз робототехника – это следующий хайп, следующий тренд. И как раз ваше мероприятие, оно популяризирует это все. И мероприятие действительно замечательно. Детей было полным полным. Не только мальчиков, но и много девочек было. У нас тут две девичьи команды. Мы удивились вообще. А теперь у нас главный наш инженер Лиза Шпиева. Она училась в Германии. Собрала все эти команды. Она была в жесткой переписке мейлов. Парни иногда где-то там рубились по Европе. Мне некогда было выслать свои копии паспортов. Лиза смогла все это вот собрать. Вы понимаете, что для девочек это непосильный труд. Короткий срок привести и вот создать это шоу. Отлично. Ну, мне кажется, следующий вопрос будет логичный. Ваша миссия? Миссия вашей компании, корпорации роботов какая? Вы знаете, мы создали себе такую сложную миссию возрождения инженерной элиты. И мы первые в России сделали проект роболаборатории на высоченной зоне. И мы увидели, через нас прошло тысячи и тысячи детей, что мы действительно вдохнули, вот опять возродили вот этот интерес. Сегодня мы видим много выставок, много музейных и каких-то других пространств, творчества, домов творчества для детей. Все они открывают эти кружки. Мы были как раз вот инициаторами и создали вот эту миссию возрождения инженерной элиты. Но мы немножко ее выполнили. Это вообще-то миссия государства, как мы немножко на себя взвалили. Оно тяжело для нас дается. Мы миссию будем корректировать, но в мыслях она остается с нами. У нас тоже миссия сделать тему робототехники номер один в России. Поэтому, мне кажется, мы очень сочетаемся. Отлично, отлично. Мы тогда ждем ваших всех поклонников, кто у вас смотрит ваш канал, на наши проекты робостанции на ВДНХ Павильон 2. И приезжает британский робот Титан в декабре. Как раз к вам приезжает ВДНХ, да? Поэтому вы, своими детьми, ваши коллеги приходите. Супер, да, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое масштабное мероприятие века. Битва роботов под управлением человека. Здесь накал страстей, здесь крики и волнения. Покажи всем силу своего изобретения. Каждый хоть раз мечтал стать из-за предателя, Собирая робота со своим приятелем. Здесь даже пылесос сможет оказаться войдом, Если сможет уберечься от пробоя. И скрежет по обшивке, жизненная схватка. Битва до конца, пока не кончится зарядка. Не одна битва, не закончится ничьей. Но узнаем, кто больше, круче или сильней. Не важно, сколько тебе, не важно, кто ты. И вместе все семьёры идём на броне плотно. Они среди маршрут, словно полубоги. И это битва новых технологий. Не важно, сколько тебе, не важно, кто ты. И вместе все семьёры идём на броне плотно. Они среди маршрут, словно полубоги. И это битва новых технологий. Олимпийские руки! Оставь своё имя в этой истории. Это битва с орловой технологией. Мурашки от мозгов до самых проводов. Это броневодки. Ты в двороботах на первую схватку свою ты пришёл. Думал ты о том, что это скучное шоу. Но ты сразу поменяешь своё мнение, Когда увидишь пред собой чудо, Ведь в жилье не слабишь шву, а не через интернет-близ. Здесь сражаются иллюзия и механизмы. Здесь можно стать весь двое, можно и покраснуть. Это зрелищно и не травмоопасно. Броневод объединяет роботов. Мы из создателей обычных роботов. Миниться предателей. Даже если ты не подков, Всего из сайтов не ломаются роды. Мы создаём историю. Не важно, сколько тебе лет, не важно, кто ты. И вместе все семьёры идёт на броневодах. А не среди машин словно полубокий. И это видва новых технологий. Не важно, сколько тебе лет, не важно, кто ты. И вместе всей семьёры идёт на броневодах. А не среди машин словно полубокий. И это видва новых технологий. И вместе с шумом, Алимпийский. Где вы? Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Друзья, это была презентация гимна в «Грунебод». Посмотрите на нашей сцене группы из «Пелемер», которые вспомнили её. И все команды робототехников, которые принимали свой участие, именно они собирали этих роботов. Поаплодируйте им!